В целях проведения профилактической лекции о важности понимания основ религий, межнациональных и межконфессиональных отношений и веротерпимости представителями Комитета по свободе и совести в взаимодействии с религиозными организациями Республики Дагестан, Муфтията Республики Дагестан и Дагестанского гуманитарного института была организована встреча с выпускниками школ города. Представив учащимся гостей встречи заместитель начальника отдела по межнациональным отношениям и связи с общественностью городской администрации Раджа Абгенжаем I предоставил слово преподавателю Дагестанского государственного университета Саиду Меджидову. Смысл и суть этой встречи, почему эта встреча именно с выпускниками проводится, идея была в том, что водовыпускники, окончив и девятые классы, и одиннадцатые классы, они покидают свои дома и уезжают на учёбу, и тем самым они оказываются уже в другой среде, где они зачастую встречаются с множеством угроз. Одной из таких угроз является опасность вовлечения экстремистской идеологии, экстремистской организации, попадание на крючки вербовщиков, и профилактика, как профилактика вот этой угрозы мы хотели бы вот в этом режиме провести сегодняшнюю встречу. Консультант комитета по свободе совести в взаимодействии с религиозными организациями Республики Дагестан Гамит Дирича в своём выступлении проинформировал учащихся об активности вербовщиков в сети интернет, способах и методах вовлечения молодёжи в экстремистскую деятельность, и призвал школьников не размещать в социальных сетях информацию личного характера, не ввязываться в обсуждения, которые могут вызвать конфликтные ситуации, не комментировать посты, посвящённые религиозным и иным темам, по которым у них нет достаточных знаний. Далее выступил руководитель отдела просвещения Республики Дагестан в Северном территориальном округе Абусуфиан Кадиев. Учение детей, воспитание детей – это как чистый листок бумаги. И что мы на ней напишем, вот это и будет его, так скажем, дальнейшая трудовая деятельность. Вот это с него и выйдет. Понимаете, насколько важно получать знания, от кого их получать, как получать, кто сегодня работает с молодым поколением. Каждый из присутствующих подчеркивает, что на сегодняшний день молодые люди черпают информацию об исламе из интернета и зачастую попадают на сомнительные сайты, где и заражаются идеологией нетерпимости. Чтобы исключить подобные случаи, необходимо получать как религиозные, так и светские знания, обращаясь к подготовленным специалистам. Гости также отмечали, что нравственные взаимоотношения людей во все времена оставались неизменными. И принцип «относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе» в той или иной форме проповедуется всеми основными мировыми религиями, как современности, так и давно минувших времен.